Пока хранятся в фондах, но уже скоро займут совсем другое место. Несколько сотен таких агит-плакатов ТАСС в 1944 году были вывешены в окнах домов одной из центральных улиц города. 8 мая этого года они впервые за долгое время вернутся туда. Таким образом, организаторы этой акции напомнят, как в годы войны поднимали дух горожан. Еще одна акция, посвященная Дню Победы, пройдет в нашем городе непосредственно. 9 мая к ней уже готовятся воспитанники одного из детских домов. Подробности у Алены Полоненко. С особым старанием выполняют привычную процедуру воспитанники Иркутского детского дома. Сегодня они приводят в порядок военную форму. Ее предстоит надеть 9 мая. Для большинства ребят это в новинку. Такая тяжелая немного для меня. Непростая, но почетная миссия предстоит им. В День Победы ребята пройдут по улицам Иркутска со снимками наших земляков, погибших во время Афганской войны. Такое мероприятие в регионе состоится впервые. По традиции, 9 мая говорят о ветеранах Великой Отечественной войны. Но для участников современных боевых действий эта дата – еще один повод вспомнить о своих погибших товарищах. И напомнить другим, как важно не допускать войны. Про тех людей, которые отдали свою жизнь, защищая интересы нашего государства, не надо забывать. Я надеюсь, что наша акция найдет поддержку. Акция уже нашла поддержку и отклику воспитанников детского дома. В День Победы со снимками пройдет 31 человек. По официальным данным, во время Афганской войны погибли именно столько жителей региона. Их биографии ребята уже изучили. Вчера к нам приходил ветеран. Он рассказывал про войну. И ролики показывал нам. Я чуть не заплакала. Но сдержалась. Надеются, что удастся сдержать слезы и во время самого шествия. Ребята рассчитывают прежде всего на поддержку друг друга. А организаторы акции – на расширение ее границ. Мы считаем, что все воины, которые пали при защите Родины, заслуживают этой памяти. И надеемся, что уже в следующем году эта колонна будет. И представители тех ребят, которые погибли на Северном Кавказе. И в Йемене, и в Египте, и в Сирии, и во Вьетнаме. И можно представить их бесконечно. Это действительно бессмертный полк. Это слава нашей Родины. Но главные надежды связывают с тем, какое впечатление должна произвести акция. Организаторы верят. И участники, и зрители шествия оценят и поймут, как хрупок и оттого невероятно важен мир. Алена Полоненко, Владимир Пинаев. Новости по будням.